Продолжение следует... ...в этих кивсиках интересного. Я вот задумываюсь и не понимаю сам. Это какое-то такое иррациональное на самом деле. Интересно с одной стороны наблюдать, как они взаимодействуют. С другой стороны, есть такой немножко момент, когда я смог развести первый в России какой-то определенный вид. ЧСВ сразу такое. Высоко-высоко. И очень многие спрашивают, а какие сложные, какие нет. На мой взгляд, сложных мокридс и кивсиков не бывает. Бывает невнимательность, неспособность подобрать условия. И я иногда некоторые виды не чувствую. То есть вижу, например, у меня в Ульгаре есть такой простенький вид наш. Армаделидиум в Ульгаре. Самые мои любимые. Шарики такие небольшие. И вот я их прям чувствую. Я их знаю. У меня уже по ходу дела крыша поехала. Мне иногда кажется, что они выходят меня встречать. Очеловечивание происходит. А есть виды, которые сколько бы я ни пытался, я не могу, не получается. Беру, не развожу. Беру, не развожу. Не получается. Не мой вид. Так бывает. А видов этих огромное количество. И это огромное количество возможностей себя попробовать как натуралиста в какой-то степени. И так далее. Чтобы соблюсти вот это лекционное, здесь все-таки, наверное, есть люди, которые новички. Я быстренько расскажу, что же такое мокрицы, с чем их едят. Что такое кивсики, с чем их едят. Это что они едят. Потому что еда для любого животного, это в общем и целом основополагающая-то основа. Все просто. Для того, чтобы успешно развести тот или иной вид, нужно создать ему у себя дома кусочек той природы, в которой он привык жить. Так как оба этих вида животных, что кивсики, что мокрицы, это подстилочники, это сапрофитофаги. Наша задача для того, чтобы все у них было хорошо, организовать дома кусочек лесной подстилки. В идеале, конечно, тропической. Но так как достать какие-то там особые листья для гламирит. Вот гламирит там бесполезно. Сколько мы не пытались разводить тропический гламирит, получилось, что у одного человека один раз. И остальные какие-то такие попытки безуспешные. И это все связывают с тем, что им в рационе из наших, из российских березок, дубов чего-то не хватает. А большинству тропических мокриц с удовольствием подходит наша отечественная растительность, которая или предварительно подготавливается, или я, например, хитрю, я на зиму запасаю просто все, что нужно. Вот сейчас, прямо сейчас, сейчас. Все, что нужно, падает с деревьев, по большому счету. В двух словах, для того, чтобы... Можно делать большие мокричники, можно делать... Многим нравится, они берут большие террариумы, большие объемы. Вот. Там создают некое подобие биотопа. Это, на самом деле, самый идеальный вариант, когда у мокриц есть максимальное количество различных съедобных, скажем так, вещей. Начиная от гнилой древесины, заканчивая разными листьями. Вот. В условиях, когда видов много, удобнее гораздо работать так, как работают змееводы. Да, это садковая система. Это небольшой пластиковый контейнер. Я сильно не готовился. Я буду такие ремарки из собственного опыта делать, чтобы было понятно. Вот пришли, купили свой первый десяток мокриц. Новый вид. Не надо брать большой контейнер сразу. Берете небольшой, а литр, полтора-два, для того, чтобы они... Ощущение, что они быстрее гораздо растут, быстрее размножаются, когда могут взаимодействовать, когда видят друг друга. Если большой объем, пока там одна от одного конца до другого доползет, пока они там познакомятся, потом второе, третье свидание. И, в общем, это все дело растягивается. А в маленьком объеме, ну, делать нечего, приходится размножаться. В общем-то, это половина успеха. Есть у них такое понимание, как и у змей, линька, когда мокриц и кефсяк увеличиваются в размере, им становится тесно в собственной шкурке. Поэтому они зарываются где повлажнее. Соответственно, делаем слой субстрата какой-то из прелых листьев, перемолотых и так далее. Для мокриц сильно большой я не использую, там где-то 2-3 сантиметра. Им этого достаточно. Мелкие виды кефсяков, там ксеноболусы, тонкенболусы, все вот эти популярные, которые красивенькие, небольшого размера, там тоже где-то сантиметров 5 вполне достаточно. Большие тропические виды, вроде монтажников, гигасов, там я не очень правильно делаю. Профессионалы советуют где-то в районе 30 сантиметров слой делать. У меня где-то сантиметров 15-20, наверное. Для того, чтобы вот именно там внизу держалась эта влажность, раздержалась температура, они зарывались и спокойненько там линяли. Зарываются, сворачиваются колечком, если мокрички, то шариком, кто сворачивается. Сбрасывают шкурку, немножко тупят, съедают ее, и идут дальше по своим делам. То есть, первый, это гигроскопичный грунт. Я хитрю, когда вот запасы подходят к концу, и нужно заселить новый вид, только применительно к мокритцам, можно использовать кокосовый субстрат. Можно. Многие спрашивают. Применительно к кевсикам категорически я против, потому что кевсики постоянно что-то едят, и пропуская через себя этот кокосовый субстрат, они кроме нагрузки на свое пищеварение, полезного ничего не получают. Соответственно, не растут и не созревают. Далее, что там у нас. Обязательное наличие укрытий для мокритц. Важно. Они очень любят сидеть под различными кусочками коры. Одновременно, вот кору когда срываете, с упавшего дерева, допустим, там остается слой так называемого луба. Он называется флаэя, как-то так по-научному. А у нас луб, из него раньше что-то там в лапте что-ли плели. С удовольствием едят, то есть сорвали кусок коры, положили, на следующее утро гарантированно переворачиваете, они там сидят и что-то едят. Очень любят. Получают листья, получают вот эту гниющую древесину. В обязательном порядке белого цвета древесина, она получается путем заражения различными полезными грибами, типа вешенки, например, опенок. Береза упала, пнули ее ногой, она развалилась светлого цвета, прямо от белого до желтого такого. Тоже многие едят, особенно, вот заметил, кубарисы есть такие. Знаете, популярные, если видели утки, тигры вот у меня недавно развелись, они с удовольствием вот эту белую древесину едят, хотя многие бьют себя в грудь, что это не нужно. Едят, так или иначе. Есть совершенно потрясающий вот этот вот лишайник. Его многие у летководов, кто древесниками занимается, знают. Ксантория, по-моему, называется. Ксантория, да. Именно желтого, желтого, иногда оранжевого цвета бывает. Заметил, что, например, официналисы, шарики самые популярные вот эти крупные, что крымские, что не крымские, без него перестают расти, перестают есть. Дальше. Вот древесина. Заткни уши. А, нет, ты своя. Есть еще другие виды гниения у деревьев. Есть деревья, которые кубиками разваливаются. Все считают, что это обязательно елка должна быть, и обязательно там содержатся какие-то вредные вещества. Ничего подобного. То же самое, мокриться с удовольствием едят. Так, что там? А, хитрости. Мох обычный, сфагнум, любой из магазина. На улице можно подобрать. Я очень часто отсутствую. Ну, как бы, это все-таки большей части хобби, когда приходится уехать работать. Если мокрицы, особенно вот все популярные виды высыхают, это практически стопроцентная гибель. А мох, он позволяет создать кусочек вот этого вот влажного пространства, где они переживут время вашего отсутствия, если некому побрызгать там и так далее. Вот. Был у меня случай, очень долго пытался развести порцелью орнатус, такие оранжевые плоские длинные мокрицы, красивые очень. Вот. Уехал, и коробку получилось так, что поставил за стеллаж. Три недели не поливал, а мох вот в самый-самый низ с субстратом поднимаю, когда я их нашел, думаю, ну все, все, 100% колония умерла, все, поднимаю, они там дружненько так лежат, смотрят на меня, такие. Наверное, ругались, но я пока еще с ними не умею разговаривать, думаю, через годик. Вот. По вентиляции. По вентиляции многие спрашивают, вообще нет никакого универсального решения абсолютно. Вот. Если честно, вот пользуясь в больших количествах контейнерами из фикс-прайса, там вообще никакой вентиляции не делаю, потому что китайцы ее сделали за нас. Ну, геометрия кривая, то щели там так или иначе присутствуют, и в общем и целом вот этой конвекции, образованной щелями, этими вполне хватает. Вот. А если прям хочется, чтобы красиво, чтобы контейнер был с защелками, берете, просто делаете по 5 отверстий с каждой стороны, миллиметр по 3 диаметрам, вот, и смотрите. Если дома находятся здесь постоянно, 3 дня идеально, если держится конденсат на стенках, вот это вот прям нормальная для влажных видов вентиляция. С так называемыми сложными видами, есть такие, как порцелио-хофман-сейги, эти здоровые, орнаатусы те же самые есть, еще разные виды, они сухие, так называемые. Ну, вот в своей среде называемых сухими мокрицами. Их можно не пшикать, но в обязательном порядке в углу должно лежать что-то гигроскопичное, которое накапливает в себе воду, потому что так или иначе воду они оттуда забирают. Вот. При этом, если их перелить, они плохо себя начинают чувствовать и погибают. Вот. У кивсяков практически то же самое. Практически то же самое. Единственное, что у них все-таки по возможности нужно использовать именно субстрат, который они могут есть. Внутри сообщества, внутри любителей кивсяков мокрит с постоянной баталией за торф идут. Вот. Я всегда, ну, как бы, мое мнение, оно не обязательно должно, ну, не претендую на истину, но, как бы, когда какая-то гнищая органика заходит внутрь кивсячка, на выходе что получается? Практически готовый гумус, на котором, кстати, очень хорошо цветы растут. Ладно. Но, мам, у всех есть. Собирайте, отдавайте. Вот так. Буду благодарны. Я в этом году редиску вырастил. Чисто на этом грунте. Интересный был опыт. А торф, это, по сути, что? Это же уже практически переработанная та же самая органика. Это что, мох, по-моему, да, гниющий? Если не ошибаюсь. Вот. Ну, то есть, кивсяки что должны? Должны съесть, получить что-то полезное из этого самого и выдать готовый продукт. Вот. То же самое, что есть собственные экскременты. Ну, так, что не попало. Вот. Я поэтому и пришел с маленькой коробочкой, собственно говоря. Потому что, ну, ничего проще, чем содержание кивсяков и мокридс, по большому счету, нет. Но при этом вот это взаимодействие... Я умнее стал, кстати. Это, знаете, чем связываю? С мелкой моторикой. Ну, говорят же, что пальцами, когда делаешь, отдел собирается. Вот. Как-то так. Объем моего красноречия не это самое. 15 минут еще? Начинаем медитировать. Это игрушка для тех, кому хочется мокриться, но который каждый раз спрашивает, а можно на кокосовом субстрате держать? Нет. Может быть, все-таки можно? Нет. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, держи. К сожалению, каждый раз эти люди приходят и снова и снова их покупают. Вот это, конечно, самое такое расстраивающее. Вот. Спросите что-нибудь. Для улитководов расскажу. Для улитководов. Все, что вы приносите из леса, в обязательном порядке. Можно промораживать в течение недели, а лучше полутора лет. Вот. Обязательно потом все это промыть в духовку вот минут на 50 и потом выкинуть. Ничего не обрабатываю, скажу честно. Расскажу, как у меня вот процесс понимания к этому пришел. Сначала начитавшись, вот паразиты какие-то страшные эпидемии, животные погибают. Стал изучать вопрос. Я вот когда к чему-то пытаюсь собственными выводами прийти, изучаю литературу. А если поискать вот там мокрицы, содержание в лабораторных условиях и в конце прибавить слово диссертация, вот 100% найдется. Возьмите любой интересующий ваш вопрос, в конце в запросе наберите диссертацию, диссертация будет на этот счет, будет исследование. Так вот, что написано было в этом исследовании у кивсиков, в организме у многих содержатся определенные виды бактерий или грибов, или бактерий и грибов и может быть. В зависимости от вида. Естественно, точных данных по современным существующим видам нет, потому что не изучили еще. я такой подумал, ну если вот они приехали, эти бактерии вот у них внутри есть, то по идее, наверное, они же их откуда-то получают. Да, действительно, оказалось, что вот эта вот обработка это скорее вред. Это не подтвержденные никакими научными данными, нет у меня никаких конкретных исследований, это все на ощущениях. То есть, если вы принесли из леса, единственные враги, которые могут быть, это костянки наши, они с удовольствием едят всю вот эту мелочь. Муравьи, которые просто противные ребята, черт, опять, это у меня, нет, муравьи хорошие, когда они в контролируемых условиях формикарии, когда они у вас в кефсикариуме живут, это плохо, потому что они тоже есть ощущение, что вредят, убивают и так далее. А для этого, в общем и целом, нужно что сделать? Ну на сутки хотя бы замочить все это дело в обычном ведре и в общем и целом вся крупная живность, которая так или иначе хищная, она или поднимается, ее можно собрать и выпустить, или погибает. И все, больше я ничего не делаю. Потом все боятся вот этих вот клещиков почвенных, да? Тоже сам некоторое время боялся, буквально месяца полтора назад мне открыли тайну, сейчас тоже расскажу. Тоже боялся, были вспышки жуткие совершенно, белые почвенные клещи, прямо вот они по стенкам ползут, кажется, что все, все умерло, все мокрицы облеплены, все это вот решается просто установкой определенного биологического баланса в каждой отдельной банке. Клещи со временем уходят, если они мешают, их есть способы, собственно говоря, с животных снять, опять же там прокипятить, но в любом случае заразить вот этими бактериями нужно, так или иначе. Ногохвостки, которых никто не любит. Вот у кого есть, кто в огромном количестве смог, если из тех, кто присутствует, развести армоделидиум клюги? Много? Колембола много у них? Вот я не знаю, с чем это связано, но пока колембола не завелась у них, я их развести не мог. Фиг знает, совпадение или нет, поэтому я сейчас тихонечко всем в коробке, которую продают, подкидываю. Ее так не видно, но она потом со временем заводится, мы такие, ааа, боже мой, я говорю, все в порядке, так должно быть. Тоже подтвердить не могу, но пока вот не было их, не мог развести. Сейчас ведрами, просто, просто ведрами. Вот. Что еще из вредного есть? Грибы всякие, слизевики там вылезают периодически. Берешь кусочек древесины, кладешь его, попшикал, а на утро какая-нибудь такая желеобразная желтая штука вылезла. Э, гигасом перекладываю, гигасы съедают, третий год живут, все у них хорошо. Дорогие просто что-то не едят. Вот. А, вот, кстати, пока про еду. Крупные виды кивсиков, они листья наши, едят в меньшей степени. То есть, вот, если, допустим, если ксеноболосы, малинекорнисы будут выбирать между кабачком и вкусными там плодовыми листьями, они выберут листья. Большая колония просто. То есть, если у нас подслой листьев, они даже вот не подойдут, скорее всего. А гигасы, например, монтажники, те же самые крупные, они вот с удовольствием едят больше овощей и фрукты. И здесь тоже важно быть аккуратными, потому что ну, все советуют добрать сезонные овощи, фрукты. Это гораздо безопаснее. Вот в прошлом году у Жени Уисаевой массовый мор был, знаете, из-за чего? Из-за салата вот этого выращенного на... Ну, в горшочке вот выращенный салат. Казалось бы, что там может быть? А, видимо, какие-то вещества, какие-то пестициды там или гормоны роста, что там добавляют, не знаю, в растения, они, видимо, повлияли. То есть, до конца понять, что же вот повредит тому или иному животному не получается, поэтому аккуратно. Картошечку можно сейчас купить по 5 рублей где-нибудь в Курске, там, в подвальчик положить или вниз холодильника. Тыкву. Она лежит совершенно спокойно там практически всю зиму. Вот. То есть, только то, что натуральное. Если нет, лучше вообще ничего не класть, чем это самое. что еще? Все, которые мокриться простые, коровки, оранжевые порсели, вот эти все, всякие разные там голубые тропические, порселионидосы, им обязательно нужен белок. Вот я замечал колонию, у каждой колонии есть определенный свой потолок роста. Ну, в особи. Не считал, никогда не пересчитывал, по ощущениям опять же. Растет, 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 и потом в один прекрасный момент перестает появляться мелочь. Вот. Не удалось мне застукать, но я думаю, что они все-таки мелочь могут поедать, в случае, если им не хватает каких-то веществ. И все это дело очень просто решается. Гомарусом, дафней, кошачьим хорошим кормом. Плохим не надо, потому что одни эти, как его? Господи. Ну, там, злаковые, вот эта вся ерунда, это можно насыпать натуральное. Что еще? Температурный режим. Как разогнать быстро кефсика? Иногда бывает так, что, допустим, берете группу, погибает, например, большая самка. Самки чуть позже созревают, но это как, наверное, у большинства животных, они чуть позже становятся полувозрелыми, вот, и, собственно говоря, поднимая чуть-чуть фоновую температуру, где-то до 26 градусов, многих кефсиков можно разогнать, но при этом надо следить, потому что они постоянно, начинают постоянно есть, 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 есть и какать, есть и какать. субстрат, что еще, субстрат, как я делаю, у меня достаточно высокие контейнеры, чтобы был определенный слой, вот, я просто сверху досыпаю, 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 когда они начинают уже усиками чиркать по верхней крышке, ну, условно, я часть субстрата убираю, откладываю его в сторону, да как попало, можно сбоку, можно снизу, это не принципиально, но там понятно, что съедено, оно уже, ну, становится понятно, что это вот субстрат, вот, и просто сверху досыпаю следующее слой, опять все по новой, по новой, по новой, то есть, тем самым мы сохраняем ту микрофлору, которая у нас содержится внизу, потому что на кохвостке таминтоза иногда там подселяется, индонезийцы вездесущих вывести невозможно, они появляются, 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 вот, все, отложили это дело и как эти, как странные люди месяца полтора-два пшикаем пустой контейнер, для чего, знаете, некоторые яйца, кивсяки закатывают в свой собственный экскремент, наверное, это какой-то такой процесс, во-первых, ну, они становятся такими незаметными, во-вторых, многие кивсяки стартуют, когда, например, гегосня мелкая, если их сразу в стерильные условия пересадить, они не, ну, они погибают, они, видимо, в процессе доедают части вот собственно родительских экскрементов, наверное, получают вот эти вот бактерии все необходимые, и после этого начинают уже нормально питаться, вот, то есть, обязательно оставалось, пшикаем контейнер, рано или поздно там кто-нибудь вылупится, обязательно кто-нибудь вылезет, обязательно, того, кого проворонили, профугали, просто чтобы не выкидывать, жалко, как-то так, но когда никого нет, можно сажать туда уже цветы, такое, полтора месяца это такое условное, когда инкубация практически у всех видов заканчивается, на мой взгляд, вот, что еще рассказать, конечно, кивсяки с мокрицами, да, а я повторю вопрос о том, можно ли содержать вместе мокриц и кивсяков, да, можно, единственное, есть нюанс, по влажностному режиму некоторые виды мокриц отличаются сильно, кивсяки, опыта с улитками нет, я вот проще всего сравнить с улитками, вот влажность для кивсяков, она должна быть как вот для терапических улиток, грунт должен быть влажным, но при этом, когда его сжимаешь, он не должен кечь, вот это идеально, вот, и многие мокрицы точно так же, а есть более сухие виды, я повторюсь, некоторые вот популярные там коровки, эти самые, оранжевые, они при повышенной влажности, они продолжают жить, потому что они кондовы, их убить очень сложно, даже если очень стараться, но при этом, они вот у них, видимо, замедляются процессы размножения, то ли они чувствуют, что, ну, сезон, сезон, допустим, дождей во многих тропиках, да, это зима, то есть то, когда у них активности нет, ну, я так думаю, потому что я не научник, научники там сидят, ребята, вот, я у них такой, слушай, Филипп, я вот, мне кажется, что вот, вот то-то, то-то и то-то произошло, это следствие того-то, того-то, того-то. Согласно диссертации, кандидатами, там, биологических наук, говорит, Филипп, я прав или нет? Прав. Здорово. И это одно из тех, вот, на самом деле, больших удовольствий, которые получаешь от взаимодействия с животными, когда ты что-то смог сделать так, чтобы им стало хорошо. Когда появляется первое, вот, первое разведение, которое было, или вот вид какой-то, ты морочишься с ним. Два года у меня сидят гуиненсисы, это большие такие оранжевые кивсяки, два года. За два года они выросли на полтора сантиметра. То есть, первое мое разведение гуиненсисов, если будет все в порядке, у меня так вот, кажется, лет через пять состоится. Поэтому это к вопросу о том, как быстро они растут. Мелкие быстро растут, у них более короткий, собственно говоря, период роста и созревания, а от больших можно ожидать очень долгого роста. Гигас, когда берете, вот он вроде бы с виду здоровый, а не факт, что он полувозрелый. Год можно просидеть, они не будут разводиться. Он же такой, все продам, психуешь, все продам, не хочу, не могу, не получается. Копаешься, а там попоет маленький. Такой думаешь, блин, как здорово. Вот. Не ответил я на вопрос, почему макрится? Да потому что макрится, что хочу-то и делаю. Интересно. Вот. Ну и плюс, многие как санитаров используют, вы знаете, да, там. В бананаедах сейчас, вот сейчас начали люди экспериментировать с улитками, а можно ли к улиткам? Не советую, потому что потом улитководы съедят же, если что-то пойдет не так. А они сами, им интересно, они таминтозу подселяют к улиткам. Я так, ну, записываю у кого, с кем разговоры были, чуть попозже будут какие-то выводы. Потому что большинство мечтал, вот когда большое хозяйство, это вот сидеть, ничего не делать, чтобы оно все само стремится. И, ну, один из вариантов, это вот создание биотопов. Когда кисаки едят, за ними подъедают макрицы, за макрицами колемболы. За колемболы тоже, наверное, как-то нибудь подъедают, но микроскопа нет. Черви. Черви, кстати, разводятся вообще совершенно классно в больших 60 на 40 контейнеры. Слой этого самого, тоже, видимо, принес там пару. Хватает? С удовольствием. Про многосвязов кто-то спрашивал? Кто спрашивал про многосвязов? Я в них вообще не шарю. У меня один живет розовый, я его принес. У нас водятся вот такие вот розовенькие многосвязы. Вот он живет у меня уже месяца три. Увульгар. А? Бес. Я не буду, наверное, его выпускать, скорее всего. Я его буду взимовать вместе с нашими кивсиками. Вы знаете, что у нас есть очень красивые кивсики водятся? Похоже на ксеноболусов, их некоторые путают. Ну и ладно, у меня группа есть. Все остальное буду в группу рассказывать. Время закончилось. Я здесь до конца выставки. Если что-то, какие-то вопросы есть, стол за один, с удовольствием расскажу. Познакомлюсь с главным кивсиководом страны. Вот. Спасибо, что интересуетесь. Спасибо, что пришли. Спасибо.